Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и мы с вами выкатываем Центуриона МК-5.1. Короче говоря, ребят, что хочу сказать. Ценник на машину сейчас завышенный на новогоднем аукционе. Машина стоит за 8500, подешевеет до 8000. И я бы сказал, что данный ценник, он все-таки, ну не совсем адекватен на Центуриона. Я бы сказал так, многие Центуриона безусловно хвалят, но только тем, которые умеют на нем играть. Как бы парадоксально это не звучало. Машина неплохо отыгрывается от башни, здесь вопросов нет. Но дальше, все-таки это не имба брони, ну и соответственно отыгрывать на нем надо слегка аккуратно. Почему слегка? Потому что, допустим, на той же самой проге, там надо существенно более аккуратно отыгрывать, чем на Центурионе. Ну, будем как-то так это дело все взвешивать. Я не знаю, почему Центуриона постоянно ставят, в принципе, рядом для сравнения с Прогой 46 и с Шкодой Т27. Это три абсолютно разных танка, абсолютно разные пушки. Там система дозарядки, у 27 идет обычный цикличный барабан, здесь же идет обычная цикличная пушка с перезарядкой в 4.9, Если вы установите оборудование и амуницию наденете. Короче говоря, ребят, движется лучше Проги, лучше 27-го, я имею ввиду Шкоды Т27. Эти машины абсолютно разные. Где машине действительно место? На каких-нибудь неровных картах. И обязательно, ребят, помним о том, что на первой линии нам особо делать нечего, особенно против тяжелых танков. Ну, в принципе, само собой разумеющееся, крайне мало есть в игре средних танков, которые могут играть качественно против тяжелых. Что касается всего остального. Машина, безусловно, на любителя. Вот кто любит хорошее, быстро перезаряжающееся цикличное орудие, пожалуйста, машина однозначно для вас. В пределах данного видео в правом верхнем углу будут всплывать подсказки на видео другие, которые есть на моем канале. Посмотрите дополнительные честные обзоры на данную машину для того, чтобы принять взвешенное решение. Я же сейчас сделаю одну абсолютно таки первую и непредсказуемую катку без всяких вырезок, склеек. Не собираюсь ничего рекламировать, показывать, что машина имба. Машина такая, какая она есть на самом деле. И не более того, сейчас, честно говоря, не совсем понимаю, куда мне приткнуться. Наши ребята все здесь столпились, одного нашего уже благополучно вынесли. Ну, а все остальные, ну, особо ничего не стараются сделать. Что касается отстрела на дальних расстояниях, мне очень нравится играть в этом отношении на Центурионе. Потому что, действительно, товарищ точный, товарищ такой, который предсказуемо меткий, я бы сказал. Ну, вот единственное, что альфичка немножко подкачивает. И, соответственно, забрать этого товарища я не смог. Не хватило буквально 23 единиц у него альфы закинуть. Ну, и, соответственно, отправить товарища в ангар. Но, в целом, ребят, свой вклад в победу вы всегда сможете на данном аппарате делать. Вот сейчас заехал, накидал немножечко товарищу этому, кинул в ПТшечку, которую добрали. И, в целом, какой-никакой, а вклад в победу потихоньку делаю. Так, ну что, поехали. Попадаемся с АМХом 1357. Шести зарядный товарищ. Но я думаю, что его это не спасет. Нас осталось четверо, врагов тоже четверо. Но что-то мне подсказывает, что шансы на победу у нас не очень хорошие. Ребята потихоньку выкатывают из ангаров свои обновы однозначно. Явно взятый буквально на прошлой волне Сомуа с Хеллкетом. А вот Эмиль1951 сейчас стоит на продаже. Многие его ждали. И всех, кто его ждали, я поздравляю, он есть. Пожалуйста, берите. Такс. Ну что, поехали, попытаемся помочь с вот этими двумя товарищами. Знать бы, где четвертый захоронился, было бы существенно проще. Так, немножечко ускорим время перезарядочки. Дабы быть более толковыми в этом бою. Так, где там? Кепка. Ай, жаль, не пробил. Да, три ТТшки, практически полностью заряженные ХП. Это вам, в принципе, не шутки. Почему я и говорю, что шансы на победу, они еще не настолько прям идеальны, как хотелось бы. Разменялся по урону. Насколько выгодно вопрос, конечно, спорный. Отходим назад. Надо забрать товарища, однозначно. Блин. Приехал Эмиль со своим барабаном. Так, хорошо. Свой вклад в победу сделал. Забрал товарища. Ну, а дальше уже будет видно, победят или нет. Но я, честно говоря, сомневаюсь, потому что ХП явно не хватит ни у одного, ни у другого. Ну что, ребят, это был абсолютно честный обзорчик на данный аппарат. Брать его или не брать, безусловно, решать вам. Мое дело показать, как машина реально играется. На нем бывают как фановые классные бои, так и не очень фановые, не очень классные. Это далеко не прям супер нагибатор, но что-то хорошее, безусловно, в машине есть. На данный момент, ребят, у меня все. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, коих я планирую в ближайшее время очка выпускать большое количество. Ну, на данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.